Всем привет, друзья! С вами Реолайз, и это продолжение рубрики «Из грязи в князе», где я вам буду подробно рассказывать и показывать на собственном опыте, как прокачать свой замок с нуля до топовых показателей, занимать призовые места на арене, при этом не вкладывать в игру реальных денег, не покупать премиум аккаунт и так далее. Так что, если вы сейчас первый раз находите нас на канале, настоятельно вам рекомендую пересмотреть все серии данной рубрики, чтобы быть в курсе всех событий, которые у нас сейчас происходят. На данном этапе это у нас уже 16 выпуск, к нашему аккаунту более месяца, и что же произошло за время вашего отсутствия в моем замке. Друзья, оно произошло очень мало, так как вы в курсе, наверное, что я нахожусь сейчас не дома, я в Москве, и у меня проблемы с тем, чтобы заходить часто в игру. Есть устройство, с которого я могу заходить в игру, но у меня очень мало времени, то есть я постоянно занят, так что, если вы начинали вместе со мной по моим видео, у вас гораздо лучше должен быть результат. Ведь дело в том, что всю базу я вам уже изначально рассказал в предыдущих видео, то есть как выстраивать свой замок, как выстраивать порядок, чтобы у вас все было правильное, правильная прокачка и так далее. То есть вы одели свой отряд, спокойно ходите на арену, и, друзья, зарабатываете очков славы столько, сколько хотите, сколько угодно. 20 тысяч, 40, 50, 60, без разницы. Но у меня есть подписчик, который, не помню, 200 или 400 тысяч хочет нафармить, 200, по-моему, тысяч хочет нафармить очков арены, и только тогда двигаться дальше. То есть это уже дело каждого. В принципе, достаточно там 15 тысяч очков, чтобы с 20-й арены перейти на 30-ю. Чтобы с 30-й перейти на 40-ю, достаточно будет 20 тысяч очков, плюс купленные артефакты и уже полностью одетый состав. То есть дело, друзья, каждого. И мне просто пришлось сейчас прокачать себе тронный зал до 6-го уровня, поднять, потому что у меня нет времени тормозить развитие нашей рубрики. Так что я прокачал тронный зал до 6-го уровня и начал улучшать комнаты какие-то, новые добавлять и так далее. Какая очередность значит улучшение комнат? Как только вы поднимаете тронный зал себе до 6-го уровня, ну, неважно до какого, то есть вы прокачали заново тронный зал, подняли точнее уровень, вам необходимо первым делом прокачать все хранилища. То есть хранилище с деньгами, хранилище с яблоками, хранилище с дровами, с манной, с железом и так далее. Это самое главное. Почему? Потому что запросы на улучшение настолько будут большие, что это количество денег, которое просят, оно даже у вас уже за счет того, что у вас маленькое хранилище, вы не сможете никакую комнату нормально улучшить. Поэтому лучше всего сначала улучшать все хранилища. А после этого уже, друзья, не важно, что вы будете улучшать, то есть какой у вас будет порядок, все, в принципе, полная импровизация. В любом случае вам по итогу придется улучшать все. Итак, друзья, я продолжаю выводить потомство. Можно было вывести гораздо больше, если чаще заходить в игру. Вот у меня опять все тут тупит, не могу даже нормально перейти в комнату. Так, 20 из 20, то есть меня просят улучшить комнату, но у меня нет на нее денег. Поэтому нам сейчас необходимо выгнать из замка каких-нибудь четырехзвездных, найти бы их еще. Так, ну вот четырехзвездные, просто отправляем его в владение. И нам еще нужен один четырехзвездный, любой, чтобы тоже его выгнать. Так, здесь у нас уже все пятизвездные. Вот у нас ходит тоже пятизвездный повар. Вот повар четырехзвездный, его тоже мы отправляем в владение. Ну, следующим этапом я, наверное, улучшу жилую комнату, чтобы количество моих жителей стало больше. И так будет проще выводить, ну, потомство, потому что я всегда держал по два человека, а так можно будет выводить человека по четыре. Ну и давайте вместе посмотрим, сколько у меня осталось четырехзвездных. Здесь все пятизвездные. Так, здесь тоже все пятизвездные. Отряд у меня тоже пятизвездный. А тут оба пятизвездные. И осталось у нас только раз. Все, то есть, друзья, получается 18 человек у меня взрослых и 17 пятизвездных у меня получается. На данном этапе у меня 17 пятизвездных. Хотя, подождите, вот еще вот это вот. Нет, вот двузвездная. Вот мы ее тоже выгоняем. Этих отправляем на кухню. Ладно, потом я это сделал на телефоне, здесь это делать неудобно. 16, друзья, извиняюсь, у меня сейчас пятизвездных 16. И все, то есть, два ребенка сейчас входит и одно место, как видите, свободное. Далее, что у нас по кубкам? Я не помню в прошлый раз, сколько было кубков, но сейчас у меня 83 первых места, 62 вторых и 63-х. Друзья, очень много раз я заходил, я не знаю, раз 15, может быть, уже 20. Я иду, например, по улицу и вспоминаю, думаю, надо зайти вот на арену. Захожу, регистрируюсь, забываю, что зарегистрировался и впоследствии там занимаю вообще последнее место. И такое было очень часто. Возможно, меня кто-то встречал даже в таких моментах, когда, например, я пропустил первую фазу, напал на второй, третий, четвертый. У меня были такие моменты, когда я прям шел на первое место, но после пятой фазы я убираю, ну, то есть, после четвертой фазы убираю телефон. Думаю, сейчас зайду, через минуту и нападу на кого-нибудь. Забываю, соответственно, там зарабатываю шестое, седьмое место. Так что очень много было слитых просто под ноль, как бы, турниров, потому что я просто забывал, что я зарегистрируюсь. Зарегистрируюсь, нападу, сверну игру и уже мысли совсем другим заняты. Так что, я думаю, у многих такое уже было, подобное. Но в этот раз, когда я уехал, да, вот с этой поездкой, очень много у меня таких слитых. Поэтому, друзья, у вас все должно быть гораздо круче, чем у меня. Я никакие вещи не создавал. Тоже старался перерабатывать осколки. Вот что у меня по осколкам. Два у меня эпических, 104 синих. Ну, и так здесь по мелочи, кстати, можно поставить на изготовление любую зеленую вещь. Вот так вот. Что, значит, буду делать дальше? Продолжать выводить пятизвездное потомство. Чуть-чуть совсем осталось до 20. Далее улучшаю жилую комнату. Ну, и после этого улучшаю все-все-все комнаты. Тренировочную я не могу поднять до... Так, а все уже, да? Подождите секундочку, друзья. Я уже просто запутался. Все, да. Тренировочную я тоже буду улучшать. И впоследствии делать 4 бойца 40 уровня. И давайте сразу отвечу вам на вопрос, когда же все же мы пойдем на фарм портала. На фарм портала мы пойдем, когда я улучшу все комнаты. То есть, ну и вы, соответственно, да, улучшаете все комнаты на 6-м тронном зале. Качаете 4 бойцов до 40 уровня, если только вы готовы к 40 уровню. Качаете их до 40 уровня. Состав какой я буду пробовать? Танк, лучник, маг и, наверное, еще один лучник. То есть, два лучника, маг и танк. Но я попробую, друзья. Будем пробовать, экспериментировать. И в итоге выберем, какой, так сказать, мете будем придерживаться. Потому что они постоянно, ну, постоянно меняются. Игра обновляется. Какие-то там вещи появляются новые. И постоянно игра не стоит на месте. В общем, разберемся уже на месте. Так, для фарма портала нам нужно 4 человека. 4 бойца 40 уровня. Одетых максимально наилучшим образом на данном уровне. Плюс, хорошо бы вам уже иметь запас яблок. Кто вместе со мной скупал вот с летнего предложения. То есть, у Ишака скупали яблоки. Плюс за друзей и всякие разные бонусы, которые давала администрация игры. Также недавно всем выдали премиум на 3 дня. И разумно было бы его не активировать. То есть, это было бы правильно. Те, кто не активировал, друзья, молодцы. Держите его для портала. Я его активировал. Для чего? Для того, чтобы мотать эту арену. Потому что у меня не получается сидеть как дома и спокойно ее фармить. То есть, я постоянно перематывал эту арену. Перематывал вторжение. Потому что, ну, вообще нет времени. То есть, я потратил премиум предложение на 3 дня на обоих аккаунтах. То есть, на основном и на данном аккаунте. А вам советую, друзья, пока премиум не трогать, а ставить его, в общем, для портала. Сейчас на арену, наверное... Ну, давайте сходим. В принципе, есть у меня еще время. Вот, как видите, даже вторжение не проходило. На арену мы пойдем за яблоки. Не могу никак потратить все билеты. Потому что занимаешь за яблоко, получаешь опять билет. И вот это все бесконечно-бесконечно. И в итоге ничего не получается. Что по части моего состава в общем? Состав, друзья, у меня не идеальный. То есть, ну, мне нравится то, что два лучника и один танк. То есть, в этом меня все устраивает. Но у меня два арбалета. Они оба без тана. Это большой, друзья, минус. Также самая лучшая броня, это броня со скелетами. Ее там кто-то может достать из сундуков мастера. Я открывал сундуки мастера на видео, открывал и без видео эти сундуки. То есть, мне как бы такая броня не попалась. Но в идеале, конечно, это два лучника со станом, плюс на каждом броня со скелетами. На сороковой арене, думаю, будем доставать данную броню. Но как получится. На сороковой арене такие ошибки уже нам никто прощать не будет. То есть, там в любом случае придется искать лук с каким-либо станом. То есть, либо это арбалет, либо это обычный лук. И обязательно нужно будет найти броню со скелетами и танку, и лучнику. Поэтому, друзья, конечно, состав не идеальный у меня. И у меня сейчас всего лишь два артефакта. Осталось у меня еще жажда крови артефакт. Но его, как вы сами знаете, за то время, как я создал данный аккаунт, нам не попадалось. Вот, мы заработали. Точнее, не заработали, а подняли свой замок до 20 уровня. За счет того, что прокачали казну. Итак. Давайте заберем ачивку достижения. Алмазов у меня было гораздо больше. Повторюсь, я покупал себе вот этого вот гоблина. По-моему, я его взял на три дня. Давайте сходим на арену, посмотрим. Вот здесь, друзья, мне кто-то сейчас написал на арене. Но я не буду открывать. То есть, еще раз повторяюсь. Для тех, кто не в курсе. Когда я снимаю видеоролик, я не читаю чат, друзья. Потому что, ну, там может быть мат какой-то, да. И, получается, видео будет у меня запорото. А делать монтаж из-за одного чата, как бы, мне не хочется. Да и возможности сейчас такой нет. Пойдем к обычной стратегии. На самом деле, друзья, как я сейчас хожу на арену? Сейчас я вообще не задумываюсь о том, как я хожу на арену. Я могу на первой фазе напасть на самого слабого. Могу на первой фазе ни на кого не нападать. То есть, как бы, в принципе, без разницы. Потому что, ну, на 30-й арене, в принципе, тяжело занять первое место, даже если ты хорошо одет. Потому что ты зарабатываешь... Ну, я же объяснял, зарабатываешь максимальное количество очков. И ты постоянно на первом, на первом, на первом месте. И весь кипиш, он происходит под тобой. И даже если вы пропускаете первую фазу, то об этой стратегии уже, в принципе, всем известно. Есть тоже, ну, к примеру, сильные ребята, они чуть слабее, чем я. Они тоже пропускают первую фазу. И мы далее начинаем двигаться абсолютно одинаково. Ну, то есть, одинаковой стратегии, но я всегда зарабатываю на один больше. То есть, я всегда на первом месте. Поэтому заработать первое место очень сложно. Если вы на четвертой фазе находитесь на первом месте, скорее всего... Ну, конечно, не всегда. Но в большинстве случаев вы заработаете либо второе, либо там третье, а то и вообще четвертое место. Так, сейчас мы опять нападаем на самого слабого. Скоро, друзья, поеду домой и будем нормальные полноценные ролики снимать с подготовленными текстами, речью. Потому что у меня сейчас даже нет времени нормально подготовиться и прям что-то вам дельное такое сказать. Также в планах, как приеду домой, сделать выпуск, сделать выпуск видео, вопрос-ответ. То есть, я отвечу на ваши вопросы, на самые популярные. Я, в принципе, отвечаю на каждый ваш комментарий. На комментарии мне отвечать гораздо проще. Это буквально 5 секунд я это могу сделать с мобильного телефона. Это гораздо проще, чем сходить даже на арену мне. Ну, раз. Потому что на арену уходит очень много времени. Так что сниму видео вопрос-ответ. Расскажу, отвечу на самые популярные вопросы. То есть, без никнеймов, без тех, кто это задавал. Просто есть вопросов, наверное, 10 точно наберется, которые задают огромное количество людей. Под разными видеороликами я сразу на них отвечу. Так что, если у вас есть какие-то вопросы, в принципе, по игре, ко мне лично, вы можете оставлять в комментариях под данным видео. И в следующем видео, как только я приеду, отнимем серию из грязи в князи. Уже нормальную, полноценную, четкую серию. И сразу же снимем еще одно видео, где я вам отвечу на все вопросы, которые вас интересуют. Поэтому оставляйте в комментариях ваши вопросы. Друзья, вы продолжаете мне скидывать, сделай обзор на мой замок. Пока обзоров замков не будет, потому что очень много слишком у вас появилось. И вы как бы половина, ну, большинство обижается, что я не могу там как будто взять и сделать комментарий к вашему замку. Так что лучше я никому этого не буду делать, чтобы вы не обижались. Если раньше я более-менее с этим как-то справлялся, то сейчас это просто уже нереально. Так, следующая фаза. И вот тут как раз перед нами кто-то есть. Так, давайте посмотрим. Вот, нападаем на 82-ю мощность. Я думаю, заработаем мы на нем 44. Да, хотя, не знаю, что-то я не посмотрел, воскрешает она или нет. Нет, мы заработаем здесь, наверное. Да, 44, все правильно. Спасибо, друзья, кто встречает меня как бы на арене и все время пишет реалайз, смотрит твое видео. Топ. В принципе, ни одного плохого комментария не было. Ну, когда я хожу на арену, ни одного плохого сообщения в мой адрес не было. Но, значит, в принципе, все делаем правильно. Значит, вас все устраивает. Я рад. Очень сложно, друзья, снимать. Ролики. Мне самому уже это все не нравится. Условия дичайшие. Я вот сейчас вам честно могу сказать, какая ситуация. Ситуация такая, что у меня появилась возможность одному остаться дома. Здесь, вот в Москве. На 40 минут. То есть у меня есть 40 минут записать видео. Подождать, когда оно обработается. Выложить его. Скачать картинку с интернета. Наложить текст. Все это написать. И залить на YouTube. То есть на все это у меня 40 минут. Ну, 50, может быть. Поэтому, если бы я был дома, я бы никогда не записал вот такое вот видео, друзья. Я вам клянусь. Потому что здесь очень много запинок. Очень много ляпов. Видео нужно переснимать. Но такой возможности нету. Поэтому буду выкладывать его вот в таком вот состоянии. Так, 17 секунд осталось до следующей фазы. Но давайте, чтобы времени тратить, хотя бы пройдем одно вторжение. По сюжетной линии, как бы я встал. Дальше я не двигаюсь. Ну, попробовал пройти определенный лагерь. Там меня убивают. Возможно, если бы я взял, например, посох на воскрешение. Либо двух танков. Ну, что-то там подумал. Возможно, я прошел бы этот лагерь. Но я не хочу так заморачиваться. Потому что сюжетная линия нам, в принципе, не интересна и не важна. За ней гнаться смысла нет. Мы давно уже отстаем от сюжета. То есть мы давно уже обогнали сюжетную линию. И те вещи, которые я там получаю, то есть они уже 30+. Потому что отряд слишком мощный у нас для своего уровня. Так, четвертая фаза. Ну и что нам тут делать? Нападаем на самого слабого. Друзья, все лагает. Мышка лагает. Сами, наверное, видели. Включается, отключается экран. Как-то так. Вот в таких условиях приходится снимать. Но это, друзья, последнее видео в Москве. То есть больше видео в Москве не будет. Скоро пойду домой. Билеты, правда, еще не покупал. Но, думаю, в течение четырех, наверное, дней я буду уже дома. Так, сейчас посмотрим. 130. И 139. У меня сейчас... Вот про такую ситуацию, друзья, я вам рассказывал. То есть получается, что я постоянно зарабатываю большое количество очков. Конечно, я на первой фазе напал, и спора нет. Но даже бы, если бы я ее пропустил. В общем, друзья, я сейчас этим не заморачиваюсь. Сейчас для меня занять первое место вообще не важно. Я хочу просто слить эти билеты. Заняв любое призовое место. Потому что основную свою задачу, которую я вам обещал, я ее выполнил. Я вам показал, как без вложений правильно свой замок развить и занимать призовые места. В принципе, это все... Вот что здесь есть, это неплохо. И если бы у меня было столько времени, допустим, сколько у вас... Ну, то есть, допустим, каникулы. Вам там не надо работать, ничем заниматься. Ну, большинство, потому что я все-таки думаю, что большинство подписчиков моих еще в школьном возрасте, да, находятся, либо студенты. У вас времени больше. То есть, у вас результат должен быть гораздо лучше. И если бы я даже заходил сюда каждый день, как минимум, в два раза больше было бы кубков. Было бы здесь 160, 120, 120. Ну, к примеру. Так что, в принципе, что я вам обещал, друзья, я вам сделал. И так можно развиваться дальше. Все, что вам нужно. Уже у вас все есть. У вас есть очки арены свободные. Ну, вот такая вот плохая ситуация. Вот я на первом месте, друзья. Все. Бить мне только самого слабого снизу. Больше здесь ничего не сделаешь. И вот по данной стратегии, по моим видео, в принципе, и вот вам честно говорю, уже рубрику можно было бы закрыть. Просто я знаю, что вы будете против большинства, что вам нужно продолжение рубрики. Я это знаю точно. Вот. Я ее, конечно, буду вам снимать, пока вы ее просите. Ну, и как бы мы еще не были в портале, я вам обещал сходить в портал. А, в принципе, как бы рубрика уже не нужна. Ну, вот здесь у нас, видите, как вышло, что и здесь, и здесь. Ну, в итоге третье место я занял. Хотя я здесь могу победить любого. И такие ситуации бывают. В таких ситуациях, друзья, нужно сидеть и считать, когда это выгодно. Смотрите. Выгодно сидеть и считать, когда вы начинаете выходить на арену. То есть вы вышли на арену, у вас мало призовых мест. Вам очень нужны, очень нужно вам прям первое место, либо любое призовое. Вы прям сидите и считаете, каким образом. То есть вы смотрите, кто на кого напал. И бьете всегда самым последним. То есть уже у всех галочки есть. Вы уже посмотрели приблизительно, что вам нужно, например, на 2 меньше набрать, чтобы быть на втором месте, чтобы потом напасть на первого. И вы считаете, бьете не самого слабого, а чуть посильнее, чтобы заработать на нем не 30 очков, а 28, например. Чтобы быть поменьше, чтобы никогда не быть на первом месте. Чтобы на первое место выйти только на пятой фазе. А если вы на четвертой фазе уже на первом месте. То есть, точнее, на пятой фазе, если вы на первом месте, то, естественно, ваши шансы падают. Вот тогда выгодно, друзья, считать. Но у меня уже призовых достаточно. Очков для перехода на следующий уровень достаточно. Билетов у меня много. Времени у меня вообще ограничено. То есть я не хочу сидеть и считать, как мне попасть на первое место. Потому что у меня есть куча видео, где я рассказываю, как сделать так, чтобы выйти на первое место. И есть разные стратегии. То есть вы либо нападаете на первой фазе, либо пропускаете. То есть нужно сидеть и считать. У меня, друзья, на это времени нет. Поэтому мы забираем третье место. У меня 14600. Я покупал сундук, ломал вещи. То есть собирал себе осколки. И когда я перейду на 40-ую арену, у меня уже будет больше 20 тысяч. Больше 20 тысяч очков. Это достаточно для перехода на 40-ую арену. И нам еще нужно будет как минимум один артефакт. Это жажда крови. Вот и все, в принципе, друзья. У нас в магазине. Магазин у меня все еще старый. То есть обновится он в понедельник. Ничего интересного в магазине у нас нету. На этот раз тоже. Все, друзья, будем заканчивать видео. Потому что у меня осталось буквально 20 минут для того, чтобы все это смонтировать и вам выложить. То есть, в общем, всем, друзья, до свидания. Увидимся с вами на нашем канале. Но уже, когда я буду дома, и снимем нормальные полноценные видео. Так что извините за это ужасное качество. С кучей запинок и так далее. Всем удачи, всем пока.